МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Белорусской женщине нужно быть осторожной с поляком, даже если он премьер-министр. Меня зовут Игорь Тур, и я дополню тему непостоянства главы польского правительства Матеуша Моровецкого. Для начала, какая доля белорусов полгода назад знала о существовании Моровецкого? Предположу, что 3%. Это в основном те, кто смыслом своей жизни видит получение карты поляка. Но это личное дело каждого. Правда, сейчас, когда в отношениях Минска и Варшавы появилась женщина, господин Моровецкий проявляет исключительное рвение, ранее за ним не замечено. С точки зрения визуальной оценки ухаживания достойно восхищения. Взял и подарил даме своего политического сердца целый дом. Имеется в виду белорусский дом в Варшаве. Но вот когда начинаешь копать глубже, оказывается, что дом арендованный, где раньше жили партнеры из Туниса и Франции, да и вообще в любой момент так желаемое Варшавой альтернативное правительство Беларуси могут попросить на выход. Любовь живет 3 года. Любовь европейская, политическая, чаще всего умирает раньше. Особенно, если в чувствах искренне признается поляк, так отвергаемый как минимум одной бабушкой из Гродненской области. Тогда же на встрече с белорусской женщиной господин Моровецкий, пожалуй, впервые прямо обозначил свои устремления. Свои и, наверное, своей страны. Цитата, пример министра Польши. Мы стараемся поддерживать белорусские организации, которые несут дух свободы в Беларусь. Если Моровецкий поддерживает, в том числе финансовые недвижимости, белорусские протесты, можно ли утверждать, что Моровецкий кукловод? Вопрос пока риторический. Что же до конкретики? Конкретно Моровецкий, конкретно непостоянный. Вот кадры беспорядков в Минске, о которых польский пример говорит следующее. Это жажда полной свободы и демократии, жажда быть частью свободных народов. А вот кадры протестов в Польше, о которых польский премьер говорит уже совсем другое. То, что происходит в публичном пространстве, эти акты агрессии, варварства, вандализма, абсолютно недопустимо, потому что это вызовет эскалацию, которая может привести к чему-то очень плохому в нашем обществе. Странно. В Беларуси протестующие для Моровецкого свободные люди, а в самой Польше преступники. По ощущениям, кто-то врет. В Польше протестуют из-за закона о запрете абортов. Но причина протеста вторична. Хотя чисто по общечеловеческим принципам, возможно, тема рождения или нерождения детей куда тоньше и важнее, чем какие-то общефилософские устремления к демократии. Потому что то, что Моровецкий и его соратники в одностороннем порядке запретили полякам, это тысячи личных историй бесконечной боли. Мужчина, особенно политик, вроде как должен быть последовательным. В Минске вот считают, что агрессивное решение любого вопроса через улицу, это неправильно. Если во Франции громят в витрины желтая жилета, это неправильно, нужно сесть и поговорить. Если в Германии жгут машины противники ковидного карантина, это неправильно, нужно сесть и поговорить. Если в Штатах сторонники Трампа и Байдена дерутся, выясняя, чья демократия демократичнее, это неправильно, нужно сесть и поговорить. И в Варшаве не нужно решать вопросы через улицу, и в Москве, и в Минске. И ни один белорусский чиновник или политик не скажет, мол, давайте, французы, боритесь за свои права, немцы, отстаивайте свое мнение, американцы, покажите силой вашу преданность вашему кандидату и так далее. Хотя, давайте честно, Минску было бы выгодно подлить масло в огонь протестов по всему миру, но мы так не делаем. И по этой причине мы можем и у себя честно сказать, белорусы, пожалуйста, не надо ничего и никого бить, давайте сядем и обсудим. Почему Моровецкий, на наш взгляд, не впервые вертится, як в уш на потельне? Потому что он, признаем, работает в серой зоне неплохо, то есть он не врет по-черному, но не договаривает, а мог бы. Например, до премьерского кресла Матеуш с 98-го года был топ-менеджером польского банка, а 8 лет его президентом. И вот хороший банкир говорит следующее о создании некого фонда для Беларуси после Лукашенко. Фонд действительно должен быть значительным, не менее 1 миллиарда евро. Это должно позволить белорусской экономике в ее текущей ситуации стабилизироваться и оправдать ожидания инвесторов. Хороший банкир прекрасно понимает, что миллиард евро – это ничто для экономики Беларуси. Потому что Беларусь только урожая этого года намерена экспортировать на 5 миллиардов. И это будет на развитие, а не на стабилизацию. То есть польский премьер понимает и вслух говорит, что все, к чему призывает Варшава, приведет к краху белорусской экономики, раз будет нужна именно стабилизация. Но вот в чем проблема. Моровецкий это понимает, а невероятные белорусы, вероятно, нет. Вообще в том, что происходит в Минске, очевидны инструменты цветной революции, но мне лично нравится своя формулировка – революция репостов. Пишет Польша в Твиттере про спасительный миллиард для Беларуси, не сомневайся, делай репост. Пишет Телеграм-канал про миллионы протестующих, не проверяй, делай репост. Бросают в Фейсбук вырванные из контекста видео якобы зверств силовиков, не ищи полную версию, делай репост. Ключевой элемент – не думай, ни в коем случае. Ведь когда можешь думать, репост этой чуши не сделаешь. А бездумный репост в соцсети – это основа всех протестов в Беларуси. Что еще про непостоянного Моровецкого? Наверняка зрителю незнакома эта женщина. А это Беата Шидло, премьер-министр Польши в 2015-2017 годах. Именно она позвала Моровецкого из банка в правительство, назначив вице-премьером и министром финансов. Всего через два года Моровецкий в знак благодарности сместил даму и сам стал премьером. Такая вот история политической любви и его любовь к белорусской оппозиции такая же. Пока в Минске протесты можно быстрее решить свои вопросы в Варшаве. Думаю, на следующих выборах президента Польши Матеуш Моровецкий пойдет в качестве кандидата. А до белорусов ему – до лампочки. Если согласны, делайте репост. Но подумайте – нам бездумные репосты не нужны. Меня зовут Игорь Тур и я дополнил тему. Редактор субтитров А.Семкин